Новый единый алфавит объединит тюркоязычные страны. В новый букварь попадут 34 буквы. Об этом договорились представители Казахстана, Кыргызстана, Турции и Азербайджана. На совещании в Баку все эти страны входят, как мы знаем, в организацию тюркских государств. И хотя Узбекистана в УТГ нет, но его представители тоже готовы присоединиться к новой латинской графике. Об этом мы не только поговорим через несколько секунд. В эфире из столичной студии для вас работает команда программы «Мир. Итоги» и мы, Милина Вова Лиди. И Руслан Идрисов от главной темы выпуска. Шоу и манипуляции в большой политике. К власти в Германии рвутся ультраправые популисты. Что такого они обещают электорату? И главное, как это отразится на внешней политике крупнейшей страны Евросоюза? Трамп против Харрис. Мигранты, поедающие кошек, Путин, Украина и армия США. Чем закончились первые дебаты кандидатов в президенты Соединенных Штатов? И каковы шансы у каждого на победу? Война новой реальности. Западные союзники Украины обсуждают, может ли Киев использовать переданные ему ракеты для ударов по России. Баталии политические и военные. Палестина впервые заняла место среди стран-членов ООН, но на числе погибших в Газии это никак не отражается. Невинные люди продолжают умирать. Итак, начнем выпуск с одной из самых громких новостей уходящей недели. Утвержден общий алфавит для тюркских стран. Он состоит из 34 букв. Такая информация на неделе пришла из Баку. Решение было принято на третьем заседании комиссии, проведенном Тюркской академией и институтом тюркского языка. Что в этой новости вообще удивляет? В июле вице-президент Турции Джефф Джет Елмаз заявил, что надо бы внедрить единый тюркский алфавит, как в сентябре уже заявили об его утверждении. То есть идея тюрксоя продвигается быстрыми темпами, что называется. Но даже всемирные игры кочевников, прошедшие на неделе в Казахстане, это больше, чем просто спорт. И вообще идея тюрксоя – это продолжение той темы, о которой мы говорили в прошлом выпуске. Геополитический алфавит стремительно меняется, государства создают новые альянсы. Как правило, не в ущерб существующим, но риторика и повестка в основном меняются. Так показывает практика. То, что волнует партнеров на севере, не всегда беспокоит южных соседей и наоборот. И все эти дипломатические тонкости в случае Казахстана особенно важно учитывать. Находясь в центре Евразии, у страны много интересов в разных направлениях. И у каждого из них взаимный интерес к Казахстану. Еще и поэтому объединение тюркских стран – не попытка свернуть в другую сторону, а открытие новых горизонтов в этом случае хорошо забытых старых. В общем, наш политический обозреватель Жанн Алпызбаева о теме тюрксоя, тему тюрксоя, простите, освещает регулярно. За эту неделю поднакопилось новостей, есть что обсудить. Что называется, Жанн, добрый вечер, ты в эфире. Жанн, приветствую тебя. Возвращаясь к алфавиту, на самом деле идея единого тюркского алфавита зреет уже 30 лет, насколько мы знаем. Да, коллеги, на самом деле идеи перехода на тюркский алфавит свыше 30 лет. После распада СССР Турция провела международный научный симпозиум по выработке унифицированного алфавита. Первым его принял Азербайджан в декабре 91-го года, позднее Туркменистан в апреле 93-го и почти тогда же Узбекистан. На очередной конференции в Анкаре представители этих стран официально заявили о переходе на новый алфавит. Однако позже государства начинают заменять некоторые буквы. Ашхабад, например, оставил лишь частично схожий с общим тюркским. Каков алфавит на сегодня? Подробнее через несколько секунд. На сегодня Тюркская академия и Институт тюркского языка доработали версию 91-го года. Он основан на латинской графике. В результате этой кропотливой работы был достигнут консенсус по предложению о создании общего тюркского алфавита, состоящего из 34 букв. Каждая буква предложенного алфавита представляет различные фонемы в тюркских языках. Этот алфавит будет способствовать сохранению языкового наследия и укреплению связи между тюркскими народами. Утвержденную версию единого алфавита для тюркских народов пока не опубликовали. Напомню, в июле президенты стран-организации тюркских государств встречались в Шуше. Тогда президент Турции Джефф Джет Илмаз заявил о необходимости введения единого алфавита. Годом ранее и Реджеп Тепер Дуган в Астане заявлял то же самое. Безусловно, чтобы укрепить наше единство, очень важен язык. Единый алфавит тоже является важной составляющей. И здесь важна поддержка президентов. Но одно дело утвердить единый алфавит для тюркских стран, другое его ввести на деле. Особенно странам, где алфавит на кириллице. Это Казахстан и Кыргызстан. Трудности с переходом с кириллица на латиницу в большей степени надуманы. И переход будет весьма быстрым по простой причине цифровизации. Потом мы все-таки живем в век IT и глобализации. Уже сейчас трудно найти в Казахстане человека, кто бы не смог прочитать чего-либо на латинице. Население при этом у нас очень молодое. Более третье, это младше 18 лет. И даже сейчас мы активно используем латиницу в мобильной переписке, используя латинские буквы. Поскольку английский шрифт, он гораздо более удобный, подходит для отражения особенностей казахской фонетики. Есть и буквы K и Q, как K и H. То есть, что касается всей книги и литературы, то вся литература, допустим, написанная за последние 70 лет, может быть переведена на латиницу в течение секунд. То есть, у них у всех есть электронные варианты. Напомню, что работы по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику начались еще в 2017 году по инициативе Нурсултана Назарбаева. Достичь этой цели планировалось к 2025 году. Однако позже крайний срок перехода на новый алфавит перенесли на 1931 год. Касым Жамартукаев в конце 2019 года, говоря о переходе на латиницу, отмечал, что в этом вопросе нельзя допускать спешки, а предложенные ранее варианты назвал несовершенными. С этим тоже каких-либо трудностей, наверное, не будет. Единственное, что задерживало внедрение с момента принятия решения о переходе на латиницу в 2017 году, это был выбор между использованием чисто английского алфавита или все-таки отразить специфические звуки казахского языка отдельными буквами, а не дифтонгами. То есть переход, надо понимать, очень востребован сейчас. Мы, более того, даже очень сильно подзадержали этот процесс. И, наконец, это решение ОТГ, оно будет содействовать активной интеграции стран в глобальный мир. Но в последние месяцы активно на высшем уровне заявляют о том, что Центральную Азию надо возродить. Каждый раз проводятся мероприятия, которые только это подтверждают. Те же всемирные игры кочевников, завершившиеся накануне в Астане. Это больше, чем спорт. Рассадка президентов на трибуне – тоже месседж. Пригласили и президента Татарстана Рустама Миниханова. Также на трибуне рядом с Тукаевым можно было наблюдать и главу Республики Саха Айсена Николаева, экс-президента Монголии Намбарына Энхбаяра. Политологи говорят, что всемирные игры кочевников можно считать инструментом мягкой силы не только Казахстана и Центральной Азии, но и всей кочевой цивилизации. Эти игры продвигают и помогают создавать положительный имидж Казахстана и Центральной Азии на мировой арене. Мы благодарны кыргызским братьям, которые 10 лет назад впервые организовали данные состязания. Это самые крупные в мире соревнования по национальным видам спорта. Можно сказать, Олимпиада кочевников. Эти игры продвигают кочевую цивилизацию на глобальном уровне. Спорт – символ взаимного уважения и солидарности. Главная миссия спорта – укреплять дружбу народов. Кстати, Кыргызстану придется и в следующем году проводить игры кочевников, поскольку Узбекистан эстафету принимать отказался в последний момент. Министр культуры и информации и спорта молодежной политики Кыргызстана Алтамбек Максутов заявил, что Узбекистан не будет принимать шестые всемирные игры кочевников у себя и в следующем году мероприятие придется проводить Кыргызстану, инициатору проекта. Коллеги, у меня на этом все. Передаю слово вам. Жанна, спасибо за обзор. Мы напомним, это была Жанна Алпызбаева с авторским обзором. На высшем уровне мы продолжим выпуск. Вообще, страны Центральной Азии сейчас только усиливают позиции. Понятно, что внешняя многовекторная политика, как базовый принцип дипломатии, останется прежней. Но вот регион сейчас просто притягивает к себе интересы и Запада, и Востока. Ну вот Центральная Азия, надо сказать, это еще и транзитный потенциал, и закуп сырья, и важный союзник среди двух соседей, Китая и России. Поэтому условные Пекин и Вашингтон, и Брюссель в том числе, сейчас пытаются закрепить Центральную Азиатскую Пятерку в орбите влияния. Каждый в своей. Евросоюз заинтересован в снижении своей энергетической зависимости от России и транспортировке нефти и газа из стран Каспийского региона. Но вот здесь хочу подчеркнуть, Руслан, что уже в понедельник, 16 сентября, в Казахстан прилетит канцлер Германии. Олаф Шольц впервые будет с визитом в нашей стране. До Астаны Шольц побывает в Ташкенте, но именно в Казахстане состоится вторая встреча в рамках формата С5 плюс 1 Центральной Азии Германии. Первая прошла чуть больше года назад, в сентябре 2023 в Берлине. Тогда в Германию по приглашению Шольца прибыли главы всех Центрально-Азиатских государств. Итогом той встречи стало соглашение о стратегическом региональном партнерстве. Европа активно ищет альтернативу Китаю и России. В Центральной Азии Берлин интересует не только углеводородное сырье, но и редкоземельные металлы. В прошлом году на бизнес-форуме в Астане договорились о немецких инвестициях в проект по разведке, добыче и переработке комплексных редкометальных руд в Восточном Казахстане. Сейчас 70% этого мирового рынка контролируется Китаем, который, к слову, не только добывает сырье, но и перерабатывает его. Ну и известно также, что в этот раз на встрече в Астане будут говорить о проектах в экономике, энергетике и природных ресурсах. Берлин, к слову, очень интересует транскаспийский международный транспортный коридор, который может соединить Европу и Центральную Азию и стать альтернативой морским перевозкам через Бабальмандепский пролив в Красном море, который сейчас затруднен из-за атак хуситов. В ЕС обещали выделить инвестиции на 10 миллиардов евро, чтобы транскаспийский маршрут все-таки заработал. Но вот в самой же Германии ситуация для Олафа Шольца пока складывается плачевно. Его партия проиграла на выборах в парламент другой политической силе, ультраправой альтернативе для Германии. Произошло это впервые со времен правления нацистов. Мне кажется, вот это здесь особенно важно учитывать. И во многом благодаря популистским заявлениям и обещаниям. Победу ультраправым во многом принес печальный случай. Выборы прошли через неделю после нападения с ножом в городе на западе страны. В преступлении тогда обвинили мигранта из Сирии. Погибли три человека. Трагедия, собственно, стала резонансной и вызвала в обществе ожесточенные споры по поводу мигрантов. Очередные. Руслан, полностью с тобой соглашусь, потому что в истории любые политические явления имеют свои последствия. Об этом расскажу чуть позже. Это как раз тот самый случай, про который говорят, не было бы счастья, да вот несчастье помогло. Кому вот только помогло? Руководству партии альтернативы для Германии. Они уже заявили о своем праве войти в региональную коалицию. Обе политические силы в разной степени симпатизируют России и требуют прекратить поддержку Киева и вынудить ее начать переговоры о мире с Путиным. Что же значит для Европы и Украины успех друзей Путина, как их называют немецкие СМИ, на выборах в Германии? Об этом и не только. Через несколько секунд в моей аналитике. Популисты одержали историческую победу в Германии под лозунгами «Возвращение в светлое прошлое», в котором не было ни беженцев, ни войны, но были традиционные ценности и дешевый российский газ. Партия альтернатива для Германии под руководством Берна Хекки получила почти 33% голосов, опередив консервативный христианско-демократический союз, набравший почти на 10% меньше. Это чуть больше 23,5%. И да, это первая победа крайне правых на местных выборах в Германии со времен Третьего рейха. Альтернатива для Германии, как и большинство подобных ей партий в Европе, в своей предвыборной кампании заостряла внимание на противодействии нелегальной миграции и связи миграции с преступностью, а также требовала ужесточить правила приема мигрантов. Партия была основана евроскептиками в 2013 году в знак протеста против того, чтобы Евросоюз выделял миллиардную помощь в поддержку греческой экономики. Наибольшей поддержке она заручилась в 2015 в период миграционного кризиса, а вот в 2017 году впервые прошла в Бундестаг. Прорыв альтернативы для Германии в Тюринге не является неожиданностью, учитывая, что она уже давно укрепила свои позиции на территории Германии, где крайне правые популисты получают лучшие результаты с момента своего образования в 2013 году. О победе на выборах сразу начали писать мировые СМИ. Давайте послушаем. То, что эта партия, основанная всего 11 лет назад, получила столь высокие показатели в такой стране, как Германия, не может не вызывать беспокойства. В силу своего прошлого демографического веса и экономической мощи в центре европейского континента, где растут крайне правые настроения на Германию, которая через год будет выбирать своего следующего канцлера, возложена большая ответственность. Руководит альтернативой для Германии в Тюринге, как говорила ранее 52-летний Берн Хекки, представитель наиболее радикального крылопартии. В апреле его обвинили в использовании запрещенного нацистского лозунга во время предвыборной речи политика в конце декабря 2023 года в городе Гера и приговорили даже к штрафу. Теперь поговорим о последствиях. Земельные выборы на востоке Германии называют историческими, ведь их последствия меняют расклад сил и могут повлиять даже на политику в Берлине. Все мы знаем, что Германия тяжеловес европейской политики. До сих пор она оставалась еще и примером политической умеренности и прагматизма. Но вот после таких вот выборов стало ясно, что во власти до следующих выборов находятся политики, не пользующиеся поддержкой населения. И так считает большинство даже аналитиков. Вот такие вот внутриполитические проблемы могут и будут ограничивать возможности для смелых решений и лидерства в Европе. И это, в свою очередь, конечно же, ставит ЕС в тяжелое положение, поскольку аналогичные проблемы, а именно подъем ультраправых и провал рейтингов власти, с начала лета парализуют второго тяжеловеса Евросоюза, это Франция. Успех правых радикалов и левых популистов дает ясный сигнал. В стране существует острый запрос на перемены по всему спектру важнейших вопросов, включая внешнюю политику страны. Можно в очередной раз сколозить временную коалицию, но вот невозможно до бесконечности искать выход из накопившихся проблем. Поворот, что называется, неизбежен. Ну и вот в продолжение тем ультраправых настроений в России, националистическая организация «Русская община» совместно с силовиками продолжают облавы на мигрантов. Новое видео националисты выложили после рейдов в Мытищах. Они утверждают, что у посетителей кафе нет документов для легального нахождения в стране. Однако вот подтверждения этому нет. Также активисты «Русской общины» заявили на кадрах, что продолжают делать город чище, подразумевая избавление от трудовых мигрантов. И вместе с тем на неделе посольство Таджикистана в Москве рекомендовало согражданам временно воздержаться от поездок в Россию. В депредставительстве связали это с продолжающимся режимом усиленного контроля въезда иностранных граждан через государственную границу. Ну и вот пока, несмотря на все происходящее, Россия симпатизирует германские политики, союзница Германии Великобритания разрешила Украине использовать крылатую ракету Storm Shadow для ударов по России. Но публично объявлять об этом не будут. Storm Shadow — это крылатая ракета с предельной дальностью 560 километров. Использовать западное оружие для ударов по территории России президент Украины попросил США, а также Великобританию, Францию и Германию в конце августа этого года. Вот буквально недавно, да. И как заявил тогда Владимир Зеленский, это решение станет жизненно важным для Украины и сможет значительно повлиять на события. Ну вот, как утверждают журналисты газеты The Guardian, со ссылкой на свой источник в правительстве страны, британские власти уже разрешили Украине наносить удары ракетами вглубь России. В качестве доказательства того, что решение принято, собеседники издания привели встречу госсекретаря США Энтони Блинкина и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми с украинским президентом Зеленским. Она прошла в Киеве 11 сентября. Эта встреча не состоялась бы, если бы не было принято положительного решения по ракетам, пишет The Guardian. Спасибо вам большое. Всегда так приятно видеть вас и всех наших коллег. Я особенно рад быть здесь с Дэвидом. Соединенные Штаты и Великобритания объединились ради Украины и не только наши две страны, десятки других стран, которые продолжают поддерживать успех Украины, победу Украины. Это первый раз за более чем десятилетия, когда госсекретарь Соединенных Штатов Америки и министр иностранных дел Великобритании отправились вместе. И это должно подтвердить нашу полную поддержку украинской борьбы. По информации издания, на использование ракет Киевом, вероятно, введут ограничения, чтобы, цитата, «избежать безрассудных или ненужных атак». На встрече с президентом Украины Блинкен также пообещал передать Джо Байдену пожелания Киева по применению американского дальнобойного оружия для ударов вглубь российской территории. Как пишут американские издания, в Белом доме сейчас наблюдаются самый настоящий раскол. Одни выступают за нанесение ударов, другие высказываются резко против, поскольку опасаются эскалации. В конце августа министр обороны Украины Рустам Умеров передал американской стороне список целей в глубине территории России для нанесения по ним ударов. В Москве на новости отреагировали. Владимир Путин заявил, что применение западного высокоточного оружия большей дальности будет означать прямое участие стран Североатлантического альянса в войне. В этом случае, по его мнению, изменится сама суть конфликта, а Кремль будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые будут создаваться. Это была сейчас дословная цитата. Поэтому вот ощущение, будто дальше только хуже. И это несмотря на то, что у журналистов, к экспертам, да и вообще у общества в целом, только один вопрос. Когда все это закончится? И даже если нет-нет, появляются какие-то прогнозы и даже возможные сроки окончания войны, политики решают по-другому. И с каждым их решением ощущение, будто вместо завершения военных действий близится начало конца. Руслан, вообще, мне кажется, ощущение и сомнение о том, что дальше будет только хуже, не только у нас, но и у всего мира. И самый, наверное, сейчас громкий и яркий пример это Палестина. Согласен, да. Но об этом чуть позже расскажу. Сейчас хотелось бы говорить о том, что Вашингтон принимает какие-то кардинальные поистине решения по Украине. И это сейчас может быть, наверное, неподходящее время, так как США готовятся к 60-м президентским выборам, которые пройдут 5 ноября. Осталось совсем немного, надо сказать. Это будут 60-е президентские выборы, как ты сказал уже, да, пройдут они действительно 5 ноября и выберут президента, который будет руководить страной в ближайшие 4 года. На неделе из американской Филадельфии в прямом эфире транслировалось самое обсуждаемое событие в США, дебаты Трампа и Харрис. Кандидаты от Республиканской и Демократической партии полтора часа обменивались резкими высказываниями в борьбе за голоса электората. Насколько действенно это было и повлияют ли дебаты на расклад в материале Айданы Кребжановой. Она была переговорщиком. Они послали ее вести переговоры с Зеленским и Путиным, и она провела их. И три дня спустя началась война. 90 минут в прямом эфире лицом к лицу с противником шанс блеснуть и запомниться народу или угроза провалиться с треском, как это было в первый раунд дебатов, обернувшийся для Джо Байдена решением выйти с предвыборной гонки. Если тогда выигрышнее смотрелся республиканец Трамп, то в этот раз негласную победу отдают Камале Харрис, называя дебаты реваншем демократов. Честно говоря, я считаю трагедией, что у нас есть человек, который хочет стать президентом, но на протяжении всей своей карьеры постоянно пытается использовать расовый фактор для разделения американского народа. Дональд Трамп был уволен 81 миллионам человек, и, очевидно, ему трудно с этим смириться. Если ее когда-нибудь изберут, она все изменит, и это будет конец нашей страны. Она марксистка. Все знают, что она марксистка. Ее отец профессор экономики марксист, и он хорошо ее учил. По сути дебаты шанс достучаться до неопределившегося электората и донести месседжи своей программы. Но это не про нынешний случай. Вместо того, чтобы рассказывать о планах и путях решения вопросов, кандидаты больше критиковали друг друга. Схлестнулись в вопросах эмиграции, внешней политики и здравоохранения. Но конкретных предложений, как это изменить, телезрители не услышали. Лингвисты, разбиравшие фразы, отмечали, что Трамп принижал роль соперницы в партии, выбирая больше местоимения «вы» во множественном числе и не обращаясь к ней лично. А Камала запомнилась излишней саркастичностью. Послушайте, у нас ужасная экономика из-за инфляции, которая, как известно, разваливает страны. У нас такая инфляция, которую мало кто когда-либо видел. Возможно, худшая за всю историю нашей страны. Это стало катастрофой для людей, для среднего класса, для всех классов. Вдобавок ко всему, в нашу страну приезжают миллионы людей из тюрем и СИЗО, из психбольниц. Они приезжают и занимают рабочие места. Места сейчас заняты афроамериканцами и латиноамериканцами. Я предупреждала в начале этих дебатов, что вы услышите кучу лжи от этого человека. И это еще одна ложь. Когда я встречалась с президентом Зеленским, я встречалась с ним уже более пяти раз. Реальность такова, что Америка должна стоять так, как стояла всегда, как лидер, поддерживающий международные правила и нормы. Главным аргументом Трампа оставалась миграция. Он корректно обратил внимание на то, что число незаконных переходов границ резко выросло после отмены Байденом введенных им строгих мер. Харрис, в свою очередь, использовала свой главный козырь. Обвинила Трампа в планах ввести национальный запрет на аборты. Ее нападки и его уклончивый ответ явно повернет женщин на сторону демократов, отмечают эксперты. Были и вовсе противоречивые и спорные высказывания. Их на факт-чек проверяли ведущие в прямом эфире. И поправляли они в основном Трампа. Это его цитирование слухов о том, что в штате Огай мигранты якобы похищают и едят кошек и собак, стало вирусным в интернете, вызвало критику и порцию сатиры. Десятки пользователей штата стали выкладывать умористические видео, где они якобы готовят к употреблению своих питомцев. Одним из ожесточенных стал вопрос внешней политики. Харрис обвинила Трампа в слабой позиции по Украине, заявив, что при нем Путин уже был бы в Киеве и съел бы его на обед. Трамп, в свою очередь, заявил, что хочет остановить войну и спасти жизни, но не предоставил конкретных планов по этому вопросу. Их обмен показал разницу в подходах. Демократы желают поддерживать продолжение помощи Украине, а республиканцы нацелены на более изоляционистскую политику. Эта война не должна была начинаться, а этот человек была эмиссаром. Напомню, они послали ее на переговоры с Зеленским и Путиным, и она это сделала. И через три дня началась война. И это еще одна. Давайте поговорим о том, что оставил нам Дональд Трамп. Он оставил нам худшую безработицу со времен Великой депрессии. Худшее состояние общественного здравоохранения за столетия. Дональд Трамп оставил нам худшую атаку на нашу демократию со времен Гражданской войны. И то, что мы сделали, это убрали беспорядок, оставленный им. Главный козырь штаб Харрис оставил напоследок. Сразу после дебатов певица Тейлор Свифт, имеющая многомиллионную армию фанатов, заявила в своих соцсетях о намерении голосовать за демократов. Штаб решил действовать с прицелом на молодое поколение. В армии демократов среди музыкантов также Бейонсе и Джон Ледженд. А вот Трампа по-прежнему поддерживает рэпер Канни Уэст, рок-музыкант Тед Ньюдженд и другие. Звезд шоу-бизнеса штабы подключают традиционно ближе к дате выборов, поэтому не исключено, что таких звездных политических заявлений еще поприбавится. В целом, предварительные соцопросы по следам дебатов показывают, что телезрители отдают победу Харрис, и даже консервативные комментаторы признают, что она выглядела убедительнее. Это показали и цифры на онлайн-платформе Predicted. После дебатов оценка вероятности победы Трампа снизилась до 47%, а шансов Харрис выросло до 55%. Но основное решение по-прежнему лежит на семи колеблющихся штатах, и кандидаты намерены продолжать бороться за их голоса. Айдана Карибжанова специально для программы Мир Итоги. На неделе случился исторический день для Палестины. Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций разрешила палестинскому послу занять место среди стран-членов ООН. На дипломатическом языке место за столом означает еще одну победу в борьбе за признание государства Палестина. Но произошло это все не просто, чтобы это случилось. Была принята резолюция, которая поддерживает полное членство Палестины в ООН. За проголосовали 143 страны, против выступили 9, включая США и Израиль, а вот 25 стран воздержались. Для получения полного членства в ООН Палестине необходимы рекомендации Совета безопасности и последующее голосование Генеральной Ассамблеи. Последняя попытка получить такую рекомендацию была заблокирована из Завета США месяц назад. В результате Палестина сохраняет статус наблюдателя без права голоса. Подавляющее большинство государств, членов Генеральной Ассамблеи, проголосовали за резолюцию о том, чтобы Палестина стала полноправным государством, членом ООН и Генеральной Ассамблеи. Гена Ассамблеи не стремится оказывать давление, она действует по собственному усмотрению. И они это сделали, проголосовав подавляющим большинством голосов поддержку назначения Палестины полноправным членам ООН. Последствия этого решения нам еще только предстоит увидеть. Известно, что Палестина в ООН продолжит продвигать резолюцию с требованием закрыть незаконные израильские поселения. В ответ Израиль пригрозил распустить палестинскую администрацию. Ранее палестинцы представили свой план, который требует от Израиля полного вывода войск и незаконных поселений с оккупированного Западного берега в течение шести месяцев. Кроме того, резолюция подразумевает санкции в отношении высокопоставленных должностных лиц Израиля. На этой неделе Израиль предложил главе Хамас Яхьясин Вару безопасный выход из сектора газа в обмен на возвращение заложников и отказ движения от контроля над регионом. То есть фактически это означает, что ЦАХАЛ гарантирует руководителю Хамас жизнь, а взамен получает заложников и обезглавленную организацию. В Хамасе же заявили, что требует полного прекращения огня и вывода израильских войск из сектора газа. Договориться, похоже, так и не удастся. Ни одна из сторон на компромисс не идет, а в это время продолжают гибнуть люди. По данным ООН, в секторе газа было убито больше детей, чем за четыре года конфликтов во всем мире. В ООН, кстати, на неделе заявили, что на международный рейтинг Казахстана могут повлиять предстоящие реформы в структуре Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, а также изменения во Всемирном Банке и Международном Валютном Фонде. Напомню, Генсек ООН Антонио Гутерриш в прошлом году подверг критике эти устаревшие учреждения и призвал вынести изменения в их структуры. По словам подстоянного координатора ООН в Казахстане Микаэла Фриберг-Стори, для укрепления международной репутации Казахстану крайне важно сосредоточиться на достижении целей устойчивого развития до 2030 года. ООН рассматривает изменения климата как серьезную угрозу для страны и одним из ключевых вызовов для Казахстана является достижение углеродной нейтральности, отметила Фриберг-Стори. Кроме того, важнейшими задачами для повышения доверия международного сообщества Казахстану остаются развитие и защита прав человека, также обеспечение гендерного равенства. Например, в вопросе изменения климата Казахстан сталкивается с более быстрым повышением температуры, чем в среднем по миру. Это негативно скажется на сельском хозяйстве, повысит риски природных катастроф, таких как наводнения и засухи, и отразится на условиях жизни и благополучии людей. Переход от использования ископаемых видов топлива необходим. Между тем, в представительстве Евросоюза заявили, что на международную репутацию Казахстана может повлиять и его приверженность к международным санкциям против России. Представители ЕС надеются, что Казахстан продолжит конструктивный диалог по этому вопросу. В условиях конфликта между Украиной и Россией особенно важно, что даже в сложной геополитической ситуации, как в Казахстане, понимают, что определенные правила ООН не подлежат нарушению. Мы высоко ценим такую позицию Казахстана. Ну и прямо сейчас о других событиях в мире коротко. Число погибших из-за тайфуна Яги на севере Вьетнама выросло до 245 человек. Сотни пострадали, между тем в Мьянме из-за вызванных тайфуном ливней. Погибли 17 человек, еще 9 в Таиланске. На месте происшествия находятся более 500 спасателей с поисковыми собаками. Отмечу, что паводок на севере Вьетнама начался в конце прошлой недели после прошедшего тайфуна Яги, который стал сильнейшим стихийным бедствием, обрушившимся на Юго-Восточную Азию, простите, в современной истории. В Алжире и Марокко из-за наводнений, вызванных ливнями, погибли не менее 23 человек. Жители юга Марокко остались без электричества. Наблюдаются проблемы с доступом к питьевой воде и из-за удара стихии обрушились десятки домов, повреждены автомагистрали. В некоторых районах Алжира наводнения привели к повреждению мостов и к сбоям в движении железнодорожного транспорта. Лесные пожары в Американской Калифорнии распространяются с невероятной скоростью. Огонь уже достиг жилых домов более 20 тысяч человек. Эвакуированы. Жара и засуха мешают пожарным бороться с огненной стихией. В Лос-Анджелесе самый крупный город штата окружен тремя лесными пожарами. Эти возгорания уже уничтожили около 60 тысяч гектаров леса, а также 40 жилых домов, которые располагались в горах. Губернатор Калифорнии объявил чрезвычайное положение в Лос-Анджелесе. Десятки человек арестованы в Мельбурне по обвинению в нападении на полицейских во время открытия трехдневной выставки военной и оборонной техники. Как сообщают местные СМИ, порядка полутора тысяч человек, недовольных глобальными конфликтами и военными компаниями, получившими огромную прибыль от торговли оружием, попытались помешать открытию выставки и препятствовали посетителям попасть в павильоны. Многие из протестующих размахивали флагами Палестины и скандировали лозунги с требованием прекратить Палестино-Израильский конфликт. Ну и напоследок немного милых, я бы сказал, наверное, сегодня новостей. Интересная история произошла в музее Гехта. Он находится в израильском, кстати, городе Хайфа. Музей восстановил и вернул в экспозицию сосуд бронзового века, который в конце августа, представьте себе, случайно разбил четырехлетний посетитель. Руслан Амфора, которой было три с половиной тысячи лет, выставлялась в музее без какого-либо стеклянного заграждения. Летом в музей пришла семья с четырехлетним сыном, родители не досмотрели, и ребенок случайно уронил драгоценный и древний сосуд. Ну, конечно же, он разбился. В музее не то, что не стали требовать компенсацию, нет, там не только восстановили Амфору, но и пригласили ребенка на повторную экскурсию, потому что уверены, что юный посетитель разбил вазу случайно. Более того, сотрудники хранилища решили и дальше не ставить никаких заграждений. Это позиция учреждения, чтобы посетителям было интереснее, как можно больше экспонатов выставляются без дополнительной защиты. Реставрацию решили провести так, чтобы на глиняной вазе остались видны трещины. Представители музея уже пригласили всех желающих прийти и посмотреть на кувшин, который преподал нам всем урок, наверное, инклюзивности, сострадания, единства и воспитания. Что сказать, музей здорового человека не иначе. Да, иначе не скажешь, Милин, согласен. Но вот таких добрых новостей будто бы хотелось, чтобы было больше. Да, наверное, нам сейчас именно этого не хватает. Что ж это были все события, о которых мы успели вам рассказать. Увидимся в следующую субботу на Томикен Бизнес, как всегда, в 20.00. Берегите себя. На сегодня все. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok